Северная аномалия. Мощный циклон пронесся по стране. Совершено порядка 17 выездов на оказание помощи ввиду непогоды. Каковы масштабы ущерба? Криминальный посыльный. Бобручанка стала жертвой телефонных аферистов. Пробоохранители контролировали перемещение сбережений женщины. Куда направлялись кровные пенсионерки? Силой духом мы едины. В городе пройдет международный турнир по хоккею с шайбой. В прошлом году он запомнился большим количеством болельщиков и их яркими эмоциями. Кто поборется за победу? А также вступительная гонка, драйверы роста и семимильными шагами. В стране намолочено почти 5 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Как продвигается уборочная? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент провел совещание по обсуждению научной сферы. Поводом для обстоятельной беседы послужили первые результаты ревизии рабочей группы по анализу деятельности Национальной Академии Наук, которая была сформирована в июне нынешнего года. Она работает на постоянной основе и должна изучать направления практикоориентированности и результативности исследований и разработок ученых в различных отраслях. От социальной сферы до создания импортозамещающей продукции и технологий. Глава государства подчеркнул, Беларусь сейчас находится на таком этапе развития, когда без науки невозможно сделать никакого движения вперед. Мы живем в эпоху беспрецедентных возможностей развития нашей страны. Упустить нельзя. Есть устойчивая база, определенные результаты как в традиционных отраслях, так и в новых направлениях экономики. Но без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет не просто трудно, невозможно. Наука должна опережать время, но ни в коем случае не плестись в хвосте. С первых дней президентства я ставил труд ученых во главу угла всех преобразований нашей с вами жизни. Развитие честной науки – важнейший приоритет государственной политики. В свое время мы не дали уничтожить научные школы и многолетние наработки. Сделали все возможное для их сохранения. Мы сделали все, как хотели наши ученые – академики, член-коры, доктора, кандидаты наук. Полагаю, настало время спросить ученых за конкретный результат. С какими фундаментальными, стратегическими разработками мы войдем в новую среднюю и долгосрочную программу развития республики? Готовы ли обеспечить свой технологический суверенитет нынешних реалий? Александр Лукашенко отметил, в приоритетах развития страны белорусы на первое место поставили наукоемкие области промышленности, обеспечивающие технологический прорыв и выход на внешние рынки, а также высокотехнологичные отрасли агропромышленного комплекса. Это стратегически правильный подход. Дороги, жилье, образование, культура, спортивные объекты – все это будет развиваться, если обеспечим конкурентоспособное производство. Отсюда экспорт, достойные зарплаты, налоги и бюджет. Наивность в копеечку. Задержан курьер телефонных аферистов. Его жертвой стала 78-летняя бобручанка. Женщина обратилась в УВД Бобруйского горисполкома с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка повелась на уловки злоумышленников и поверила в историю о виновности ее дочери в серьезном ДТП. За избежание уголовной ответственности требовалась крупная сумма. Вскоре приехало такси. Для отправки в столицу потерпевшая передала почти 18 тысяч рублей. В обручке правоохранители контролировали перемещение и сбережение женщины, поэтому вскоре при передаче денег водителям такси курьеру последний был задержан сотрудником Центрального рода Минска. Пособником мошенников оказался 18-летний житель Гомельской области. Фигурант сообщил, объявление о незаконной подработке нашел в интернете. Все деньги изъяты и возвращены потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Приграничные перевозки, гостеприимный уголок и взрослая жизнь. В колледжах Беларуси продолжается вступительная кампания. Какие специальности в ТОПе? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Основные драйверы роста ВВП Беларуси за пять месяцев 2024 – промышленность и торговля. Сбыт продукции идет заданными темпами. Складские запасы меньше, чем в прошлом году. Также продолжают увеличиваться объемы розничного товарооборота. Плюс 12% к аналогичному периоду прошлого года. Оптовая торговля прибавила 8%. В стране намолочено 4 миллиона 845 тысяч тонн зерна с учетом рапса. К слову, массовая уборка последнего подошла к концу. Параллельно идет теребление льна, обработано свыше 70% площадей. Продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Это поможет нарастить производство продукции животноводческой отрасли. В колледжах Беларуси продолжается вступительная кампания. В этом году количество бюджетных мест в среднеспециальных учебных заведениях увеличено на тысячу. Некоторые учреждения образования уже закрыли план приема. В 2024-м больше набирают на инженерные специальности. Традиционно открываются и новые, например, в микро- и наноэлектронике. Приграничные пригородные железнодорожные перевозки между Беларусью и Россией начнутся с 1 августа. Поезда будут курсировать от Смоленска до некоторых станций Витебской и Могилевской областей. В прямом и обратном сообщениях. Запуск электричек между периферийными населенными пунктами позволит людям путешествовать за небольшие деньги. По такому же принципу планируется полностью отладить автобусные маршруты. Около полутысячи иностранцев посетили Беларусь за 10 дней обновленного без виза. Больше всего приехало из Германии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Чехии и Франции. По новым правилам въезжать в страну могут жители 35 европейских государств. Помимо Литвы, Латвии и Польши. Для гостей доступны все наземные и воздушные пункты пропуска до конца года. Находиться на территории республики можно не более 90 дней в году, либо 30 суток единовременно. Шаг к успеху. В Бобруйске продолжается республиканская акция. Пообщаться с учениками города приехал Олег Коропов, представитель Белорусского института стратегических исследований, и Раиса Шугалеева, первый заместитель председателя Могилевской областной организационной структуры «Белорусское общество знания». Главной темой диалога стала общественно-политическая обстановка. Олег Коропов подчеркнул, в то время как в мире происходят войны и конфликты, наша республика сохраняет мир и спокойствие. Аналитик расспросил ребят о планах на будущее, выборе профессии и современном видении синеокой. Школьники с удовольствием задавали вопросы, делились мыслями и идеями. Мы, конечно, постарались донести до них свое видение о тех процессах в стране и мире, чем мы сегодня гордимся, чем мы сегодня дорожим, к чему мы сегодня стремимся. Но нам сегодня интересен и изгляд на жизнь, на образ будущего нашей страны, города Бобруйска, малого населенного пункта. И поэтому такой вот непринужденный разговор, он способствует, во-первых, доверию молодежи и взрослого поколения, диалогу поколения, так называемого, а во-вторых, это большая подпитка для нас. На встрече я предложил на территории Бобруйской крепости сделать мемориальный комплекс. Очень надеюсь, что меня услышат и в скором времени это сделают, потому что мы должны сохранять историю. Я считаю то, что мероприятия подобного уровня должны проводиться не на уровне города, а на уровне каждой школы, так как для успехов девятых и одиннадцатых классов подобные беседы могут помочь определиться с направлением, задуматься о том, к чему матери стремится в жизни и какая их помощь в этом ждет. Главная цель акции – воспитание у молодежи патриотизма и чувство гордости за Беларусь, формирование у ребят мотивации к саморазвитию и стремлению достигать успеха. Предвестник беды. С воскресенья по вторник практически вся Беларусь оказалась в зоне мощного северного циклона под названием «Игорь». В стране объявили оранжевый уровень опасности. Во многих районах республики порывы ветра доходили до 27 метров в секунду. Обушующей стихии и ее последствиях Елизавета Житкова. Мощный порыв. Разыгравшийся циклон наворотил дел по всей республике. За прошедшие сутки пострадали два человека. Стихия нарушила электроснабжение в 1917 населенных пунктах страны. Обесточено более 6000 трансформаторных подстанций, 171 ферма, 24 котельные. В Бавруйске только 29 июля поступило 19 заявок. В районе обстановка сложнее. Специалисты приняли 31 обращение. Ситуация на контроле энергетиков. В течение дня старались оперативно реагировать на все вызовы, на все просьбы и обращения граждан. И также оперативно все устраняли. По районам опять же, то есть это частный сектор. То есть основной это частный сектор, то есть частные домовладения. Опять же, вот район улицы механизаторов, то есть несколько вызовов было. Также на Черепичном, вот, также Форштад. В понедельник масштабы разгула стихии оказались более внушительными, чем в воскресенье. Основной причиной нарушения электроснабжения стали падение деревьев на провода и их обрыв, повреждение опор линии электропередач. Подразделения МЧС приложили все усилия для того, чтобы исправить ситуацию. За прошедшие сутки подразделениями Баврусского городела по чрезвычайным ситуациям совершено порядка 17 выездов на оказание помощи ввиду непогоды организациям и населению. Большее количество таких выездов касалось уборки опавших деревьев. По нашим данным, был один случай, когда пострадал человек, на который также выезжали работники МЧС и оказывали помощь сами люди, которые стали очевидцами данного происшествия. В разгар бури несчастный случай произошел на Советской возле второй детской поликлиники. В 4 часа дня на пенсионерку упало крупное дерево. Прохожие моментально среагировали и помогли женщине выбраться из-под веток. Оказали первую помощь, вызвали спасатели и скорую. Я ишла домой с работы, переходила дорогу и услышала треск, страшный треск дерева. Я немножко отскочила и повернулась левее, увидела, что мне показалось, что кто-то человек там стоял. Я быстро, когда оно уже упало дерево, я быстренько подбежала и слышу голос мне, женщина говорит, помогите. Я ветки начала рвать это все, ехала вот здесь сразу машина, я махнула рукой, молодой человек быстренько подбежал, потому что там была очень большая ветка, я не смогла ее поднять. И мы вместе подняли. С травмами пациентку доставили в Бобруйскую центральную больницу. У женщины множественные ушибы мягких тканей, поврежден голеностопный сустав. Состояние пациентки стабильное, ближе к удовлетворительному. Человек возрастной, имеющий массу сопутствующей патологии. Ей оказана первичная специализированная помощь травматолога-ортопедическая, осмотрена консилиумом врачей с участием терапевтов, нейрохирургов. Произведена закрытая репозиция переломов, наложены циркулярные гипсовые повязки. В дальнейшем планируется лечение в услугах нашего отделения. Уже в среду влияние циклона ослабнет, заверяет Делгидромет. Однако восстановительные работы продолжаются. Тем временем МЧС настоятельно рекомендует в непогоду ограничить выход из зданий, не прятаться под деревьями, за рекламными щитами и остановками. Елизавета Житкова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Захватывающая игра. В городе пройдет международный турнир по хоккею. Местом встречи 2 августа станет Бобруйск-арена. Стартовое вбрасывание шайбы и торжественное открытие запланировано на 17.00. На протяжении трех дней на лед выйдут четыре команды. «Динамо Шинник», «Стальные лисы», «Крылья советов», «Тайфун». Этот турнир пройдет второй год подряд. И в прошлом году он запомнился большим количеством болельщиков и их яркими эмоциями. Поэтому мы приглашаем всех на Бобруйск-арену зарядиться хорошим хоккеем, хорошим настроением. И, конечно же, поддержать нашу команду «Динамо Шинник». Ежедневно будут проходить две игры. Команды сразятся на призы председателя Бобруйского горисполкома. Награждение победителей и торжественные закрытия турнира пройдет 4 августа в 19.30. Билеты можно приобрести в кассе Ледового дворца. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...